Канал и объединение телевизионных компаний представляют. А в Нижегородской области вынесли приговор жительницы села Бурелом. У которой на пути оказалась коза. Собственно, у животного выбора не было. Оно было на привязи, но и у женщины другой дороги тоже. Смело живешь! Не страшно! А что мне бояться-то? Воровать у меня все равно нечего. А что случилось-то? Вася, я предупреждал тебе. Мне проблемы на участке не нужны. Предупреждал. И? Ничего рассказать не хочешь? Начальник, я чист, как слеза младенца. Ну, так и запишем. Сотрудничать со следствием отказался. Мирошкин, вот постановление о производстве обыска в твоей квартире. Понял? Заходите! Опачки! А что случилось-то, начальник? А ты не знаешь! Не, ну вы скажите, что вы ищете? Может, я сам отдам? А ищем мы. Василий Вадимович, деньги, которые вы украли несколько часов назад в квартире гражданина Костюка Степана Александровича. Ты че, начальник, с дуба рухнул? Я у Саныча ничего не врал. Сейчас ты у меня с дуба рухнешь, понял? Че у тебя так? Опаньки! Товарищи понятые, пройдите. Только что на ваших глазах в квартире данного гражданина. Подождите! Мне-то можно посмотреть? Запросто. Начальник, это не мое. Детектив ждал своего помощника, который относил документы к клиенту. Вася, что случилось? Почему тебя забирают? За что? Варе, я ничего не делал, отвечаю! Ты же знаешь! По какому праву? Лапшова, я тебя предупреждал, что твоя связь вот с этим вот добром не кончится. Вот оно и не кончилось. Варе, я ничего не делал! Сволочь, ты же ради галочки забираешь невинного человека! Лапшова, давай прекращай! Совести у тебя нету, отпусти его, пожалуйста! Давай его за сопротивление тоже, а! Не-не-не, ну какое здесь сопротивление? У человека нервы, вы же видите? Выезжайте, езжайте, а мы здесь разберемся. Поехали. Что же они? Они же его ни за что забрали! Мы только жить начали! Господи, он единственный кто! Это муж ваш, да? Да! Мы не расписывались! Скажите, а друга-то вашего за что забрали? Да я не знаю, этот участковый! Он к нему постоянно ходил, угрожал постоянно! Да вы успокойтесь, пожалуйста! Вот познакомьтесь, это мой помощник, Данила его зовут, а я честный детектив, меня зовут Игорь Петрович. А вас как зовут? Варвара, Варвара Лапшова, а моего мужа гражданского, его зовут Василий Мирошкин, он по молодости сел, по глупости, а этот участковый теперь постоянно к нему ходит, как к себе домой! Что делать-то теперь, а? Ну, во-первых, успокоиться. Скажите, а ваш муж где работает? Ну, почему участковый к нему постоянно ходит? А вы знаете, на Липунова автосервис, знаете? Вот он там три года уже как работает, а этот участковый, он говорит, что профилактика, вот если кого-то ограбят, он сразу к ВАЗе приходит! Ты документы отнес? Да, все в порядке. Ну, что, может прокатимся в отдел, узнаем, что там с этим ВАЗе? Спасибо вам большое! Может быть они увидят, что есть к кому заступиться, но, может, они его отпустят, а? Хорошо, только вы успокойтесь, идите домой! Вот вам моя визиточка, будем на связи, договорились? Спасибо! Спасибо вам большое! До свидания! О, знакомое лицо! О, знакомое лицо! Прецидивист? Прецидивист? Первый срок за кражу получил, он главек обнес, второй на зоне, там бунт был, но его раскрутили на второй уже срок. То есть, контингент с характером? Я его предупреждал сколько раз. А сейчас-то его за что взяли? Разбой! Ворвался в квартиру Костюка, в маске, с пистолетом, связал скотчем сына Костюка, избил и забрал деньги, которые были отложены на покупку машины. Да, а Костюк это кто такой? А это коллега Мирошкина, они в автосервисе работают. А я могу с Мирошкиным поговорить? Ну, я думаю, да, почему нет? Спасибо! Опер пугает! Говорит, завтра опознание будут проводить. Так вот, я в глаза не видел ни Витьку, ни отца его, ни денег их поганых, не было меня там! А то, что наезжают, понятно, за что. За что? Да поругался я с Костюком за сутки до всего этого. Вот он и придумал, как мне отомстить. Придумал? Да. И деньги мне подбросил спецом, и в ментовку настучал. А Колесов раз стараться, сразу с операми прискакал. А Колесов это участковый? Ну да. У меня с ним данный конфликт. Все ходит, выискивает, как бы меня снова засадить, чтобы я ему глаза не мозолил. Значит, кругом заговоры, и все против вас. Как-то странно получается, а, Василий Вадимович? Характер у меня такой, молчать не умею. Ну ладно, посмотрим, что скажет экспертиза, что покажет опознание. Лично мне ничего не хотите сказать, Василий Вадимович? А вы остальные деньги нашли. Игорь Петрович, ну наконец-то. Я уж подумал, вы там ночевать останетесь. А тебе думать не надо за тебя. Я думаю, ты вот что, отправляйся в автосервис на улицу Липунова. С работягами пообщайся, нужно выяснить, какие отношения были между Мирошкиным и Костяком. Подвезете? Да нет, мне надо с Лавшова поговорить. Это на трамвайчике с ветерком. Здесь остановок пять, не больше. Понятно. Ну, так всегда. Василия Мирошкина обвиняют в разбойном нападении. По версии следствия, он пришел домой к своему коллеге Степану с оружием. Дома находился только его сын Виктор. Мирошкин связал мальчика и вынес из квартиры деньги, которые Степан копил на машину. А это мой сын Саша. Здравствуй, Саша. А там в коридоре твой скутер стоит? Мой. А вам-то что, купить хотите? Да нет, я просто чуть ногу об нее не сломал. Саша, не груби, пожалуйста. Игорь Петрович частный детектив. Зачем тебе детектив понадобился? Ты кого разыскать хочешь? Блатного своего? Он же по-любому до нарах чалится. Хватит ерунду говорить. Игорь Петрович, садитесь, пожалуйста. Спасибо. Ты лучше бы свой скутер в комнату убрал, а то ни пройти, ни проехать. Варвара Сергеевна, а вы не знаете, откуда у Мирошкина деньги? Ведь если он у Костюка деньги не брал, откуда у него те, что нашли при обыске? А к нему два дня назад друг приезжал. Какой-то долг ему вернул. Угу. Ты своего козла все выгородить пытаешься? Не смей так говорить, Саша! Да он моего друга чуть не убил. А ты все сюси-пуси. А если бы я был на его месте, ты бы тоже кричала, что он не виноват? Как тебе не стыдно? Ты что, там был? Ты видел, что это Вася сделал? Витька его узнал. А я Витьке верю. Да вы так не переживайте, Варвара Сергеевна. Просто многие дети ревнуют своих мам. Тут же ничего не поделаешь. Извините, Степан Александрович? Он самый. Тебе парень чего? Рабочий день окончен. Завтра приходи. Я по поводу Мирошкина. Я так понял, что за неделю до ограбления у вас с ним произошел конфликт. Вы не могли бы рассказать, что случилось? Наврал уже вам, да? Так вот он должен был в тот день на работу выйти. И не вышел. И вставили мы за прогул. А он еще потом ко мне разбираться пришел. Так, значит, вы с Василием поменялись сменами. Вы не вышли на работу. А вы, говорили, пили Мирошкину. Я вас правильно понял? И что, я теперь заболеть не могу, что ли? И меня нужно грабить за это? Я машину купить хотел. Несколько лет на нее копил. А этот гад пришел и все вынес. Тоже мне Робин Гуд отомстил называется. Значит, по графику должен был выйти Мирошкин. Вы с ним поменялись сменами. Вы не вышли, заболели. Начальника смены вы не предупредили. И вы, говорили, пили Мирошкину. Правильно я понимаю? Слушай, парень, меня ограбили. Понял? Кто там сменами? Где менялся? Не твое дело. Вася, мразь. Знал, что я на машину коплю. Вот решил мне так отомстить. Сына моего связал еще. Понял, понял. Ну, раз понял, тогда все. Я следователю все рассказал. Хорошо, но с вашим сыном можно пообщаться? Нет, он тоже следователю все рассказал. А почему вы так агрессивно настроены? Да потому что Мирошкин так не отплатил за все хорошее, что я для него сделал. И на работу за него выходил. И денег в долг давал. Короче, разговор окончен. Я не позволю своему сыну с вами общаться. Все, точка. О, здрасте, Игорь Петрович. А я как раз вам звонить собиралась. А что такое? Ну, во-первых, хотел пойти уже домой. А во-вторых? А во-вторых, в общем, с этим Мирошкиным дело безнадежное. Биография у него, прямо скажем, красочная. В общем, сначала привода в детскую комнату милиции. Потом он учился в ПТУ на автослесаре. У него условный срок за драку. После этого он еще обнес пьяный с друзьями ларек. И еще одна судимость. Это я знаю. Ему уже в лагере добавили. А сейчас в чем его обвиняют? Опять разбой? С применением насилия. Привет, Данил. Привет. Вечернее совещание? Я не опоздал? Нет, как раз вовремя. Что у тебя? Потерпевший считает, что его ограбил Мирошкин. Не только ради наживы, но и отомстить хотел. Ну, понятно. Дорога дальняя, казенный дом. Да. А вы знаете, кстати, что по статистике повторно совершают преступления от 30 до 45 процентов? Ну, я бы с выводами не спешил. Во-первых, опознания еще не было. И результатов экспертизы мы не видели. Так что делаем? Ждем экспертизы? Ну, допустим, Мирошкина кто-то захотел подставить. Ну, с его биографией это расплюнуть. И что мы должны делать? Искать, кому это выгодно? Нет. Нужно найти того, кто знал, что в момент совершения преступления Мирошкин будет находиться дома один, и у него не будет алиби. На следующий день детектив приехал в отделение полиции поговорить с Василием Мирошкиным. ДИНАМИЧНАЯ МУЗЫКА Да характер у меня такой неуправляемый. Ну да, грабанули по пьяне ларек. Ну так я в продавщицу знал. Говорю, слушай, ну дай портвейну, ну друг из армии пришел. Ну как человека просил. Она послала меня, ларек закрыл и пошла. Вся деловая такая. И главное же никогда, ни до, ни после, копейки чужой не взял, понимаете? Да не кричите, я прекрасно все слышал. Как вы думаете, кто мог знать, что в момент совершения преступления вы будете находиться дома? И будете находиться дома один? Ну, Варвара знала. Вроде больше некому. Но я у нее был, полку в ванной вешал, потом домой пошел. Мы в одном подъезде живем. А кто, кроме вас, мог попасть в мою квартиру? Ну, я когда дома вообще дверь не запираю, только на ночь. А так, ну, у Варе ключи были. Значит, вы говорите, что деньги, которые у вас нашли, принадлежат вам. Ну, а кто мог знать, что они у вас дома принадлежат? Ну, Варя знала. У меня от нее секретов нет. Я вообще эти деньги хотел в банк вложить. И даже консультировался кое с кем. Итак, у вас в квартире нашли деньги. Потерпевшему удар был нанесен левой рукой. А вы, я так понимаю, правша. Но самое главное, что никто не может подтвердить, что видел вас в момент совершения преступления. Понимаете? Да, по поводу банка. С кем вы там консультировались-то? Мирошкин! На опознание! Ну, шевелись давай! Это он, слева который. Глаза его и брови. Это точно он. Он борьбался к нам в квартиру. Витя, можно тебе один вопрос задать? Тебя когда грабили, ударили? Да. А куда? Вот сюда вот. Только отец запретил мне с кем-либо на эту тему разговаривать. Да и потом мне следователю все рассказал. Правильно. Скажи, а до ограбления ты Мирошкина когда видел? Да за день до этого. Он же приходил с отцом лаяться. В визгу там стояла, чтоб птицы на лету дохли. То есть, до этого Мирошкину ты видел всего один раз. На следующий день он пришел тебя грабить, и ты его сразу узнал. Да. Хоть он и в маске был, но я сразу отцу сказал, что узнаю, кто это. Глаза его, голос его. ТЕЛЕФОННЫЙ ЗВОНОК Да, Игорь Петрович. Наташ, запиши данные. Александр Лапшов, сын нашей клиентки, на вид ему 16-17 лет. Угу, записала. Постарайся выяснить, с кем дружит, с кем общается, какой круг интересов. Да, еще надо узнать, где он подрабатывает. Я не думаю, что ему на скутер мать деньги дала. Понятно, еще что-нибудь? Да. Ты передай Даниле, пусть он за потерпевшим понаблюдает. Хорошо, понаблюдать за ним? Да, пусть отправляется к нему на работу. А я потом придумаю, как вывести его на откровенный разговор. Ясно, все поняла. Игорь Петрович, следователь приходил. Ну, я сказала, что Вася был у меня в это время. Варвара Сергеевна. Ну... Извините, я случайно услышала ваш разговор. Мам. А я следователю сказала, что мы были дома. А Василия Вадимовича не было. Ну... Ну, зачем? Ну, я пойду, а то мне еще книги алгебра учить. Что же мне теперь делать? Говорить правду. Всегда. Например, о том, кто еще имел доступ к ключам от квартиры Мирошкина. Никто. Хорошо. А где вы эти ключи храните? В комоде, в коридоре, в верхнем ящике. Ну, тогда, Варвара Сергеевна, вспоминайте, когда вы последний раз этими ключами пользовались, и кто после этого к вам приходил. Да, Наташа. Игорь Петрович, нашла одну любопытную деталь. В общем, Саша Лапшов дружит с Витей, сыном потерпевшего. Ну, а то любопытно. А что еще? Пока все. Угу. Скажите, Варвара Сергеевна, ваша дочь Оля, она встречается с Витей? Ну, его отец еще вместе с Василием в автосервисе работает. Вы знаете, вокруг нее все время кто-то увивается. Но я, если честно, так особо не замечала у него поклонников. У него характер такой своенравный, что... Скажите, а ваш сын давно скутер купил? Ну, он где работает? Скутер недавно. Он курьером бегал. То есть после учебы подрабатывал? Ну, да. Он все время пропадал где-то. Я же на двух работах, там, кухня, магазины. Сами понимаете, двух детей поднять надо. А что, Василий не помогал? Василий помогал. Ну, мы же недавно всего полгода вместе. Нет, он помогает. Он продукты покупал, приносил. Кран сломался, он починил. Он вообще такой, у него глаз такой хозяйский. Если что-то сломается, он сразу даже без разговоров все починит. ЗВОНОК В ДВЕРЬ Алло, Наташа. Ты ведь в машинах не разбираешься? Ну, не особо. А что, нужно? Нет, не надо. Ты вот что, позвони в автосервис. Спроси Костюка. Предложи ему на продажу машину. Мол, срочно нужны деньги. Ну, хорошо. А если он спросит, откуда я его знаю? Ну, скажи, что слышал, что ему нужна машина. Ну, как ты его запутай. Скажи, мол, подруга подруге позвонила. Ну, скажи, что в машинах не разбираешься. Продать надо срочно. Нужны деньги. Продаешь недорого. В общем, нужно, чтобы он клюнул на халяву. Хорошо, сделаю. Да, Данила где? А он как раз за этим самым Костюком наблюдает. Я сейчас к нему присоединюсь. Ну, и замечательно. Василия Мирошкина обвиняет в разбойном нападении на квартиру своего коллеги Костюка. Гражданская жена Мирошкина, Варвара, просит Лукина о помощи. Сын Костюка, свидетель по этому делу, на опознании указал на Василия. Тем не менее, под подозрением детективов оказываются Саша, сын Варвары и сам Костюк. О! Анатолий Павлович! Да. Ну, что, как там Мирошкин-то? Так, дело почти раскрыто. В квартире у Костюка нашли отпечатки пальцев Мирошкина. Там, на предметах, на мебели. Так что, он теперь не отвертится. Понятно, ведь Мирошкин заходил к Костюку. Ну, они ругались. Потому что Костюк с Мирошкиным поменялись сменами. А Костюк не вышел на работу, а Мирошкин за это выговор получил. Так, опознание же было. Забыли? Да нет, я на память не жалуюсь. А можно с Мирошкиным поговорить? Опять? Ну, поговорить, конечно, мне-то что, так сказать, напоследок. Но я передаю им материалы следствию, так что они будут возбуждать дело. Василий Вадимович, вы припомните, пожалуйста, когда к Костюку приходили ругаться, вы к нему в квартиру заходили? Ну, конечно. Не на площадке же мне с ним отношения выяснять. Но я на кухню прошел, он даже мне еще налить пытался. Давай, мол, мировую выпьем. Ага, то есть вы сидели у него на кухне, что-то там трогали? Я когда на кухню заходил, ногой о коврик зацепился и, чтобы не упасть, облокотился о шкаф. Понятно теперь, почему там ваши отпечатки пальцев? Вы что, мне не верите? Да вы посудите сами, я все-таки сидел. Я все знаю же, что почем. Но зачем мне так подставляться? Сегодня пришел в квартиру, наррал, а завтра пришел и обнес, что я фраер непуганный. Да вы не кричите! Для меня это аргумент, а вот для следователя вряд ли. И чтобы вам помочь, единственное, что нам остается, это найти того, кто это сделал. Хм, как же, найдешь его. Все, отгулял я свое. Главное, только ведь жену себе нашел. И все, час опять баланда да шконка. Да не убивайтесь вы раньше времени-то, а, Василий Вадимович. Вы мне так и не сказали по поводу банка. Вы у кого хотели проконсультироваться-то? Да у Кустюка и консультировался. Он же Куркуль известный, он все знает. Все рассказывал про какие-то проценты мне сложные. В общем, любит он подсчитывать, где что выгадать можно. А, ну, в каких отношениях вы с этим Кустюком? Да в нормальных, ну, обычных. Ладно, Василий Вадимович, посмотрю, что смогут для вас сделать. Вы, Варя, скажите, что если меня посадят, пусть она не колотится. В общем, не надо на зону сумки таскать. Я перебьюсь, а ей все-таки одной-двух детей поднимать. Рано вы себя хороните. Да, Наташ. Игорь Петрович, Костюк мечется по автосервису, пытается занять денег. А мы здесь с Данилой неподалеку. Понятно, значит, сработала наживка. Ну, продолжайте наблюдение, а я съезжу к сыну Костюка. Угу. Ждем здесь. Детектив приехал к колледжу, в котором учится Виктор Костюк. Витя! Мне отец не разрешал с вами разговаривать. А, так ты не разговаривай. Ты головой кивай или плечами пожимай. Будем с жестами общаться. Чего надо? Ты же с Олей Лапшовой дружишь? Вам какое дело? Встречаешься с ней, а с братом ее дружишь. Чего пристали-то, а? Сначала я думал, что это отец подговорил тебе дать показания. Против Мирошкина. Чего он не говорил? Ну, давай кое-что проверим. Значит, куда тебя Мирошкин-то ударил? Вот сюда. Ой, какая штучка интересная. Я такую дед уже видел. Отвали, дядя. Уже отвалил? Да, хотел тебе вот что сказать. У Мирошкина был повторный обыск. Еще деньги нашли. Исправку из банка о снятии всей суммы. И что? А то, что Мирошкин денег не брал. Исправка из банка тому подтверждение. Да, просто хотел тебе еще напомнить, что Мирошкин правша. И как-то вот так вот неудобно. Игорь Лукин проследил за Виктором. Да, а чего? Что делать? Деньги надо искать. Чего на меня смотришь? Ну что, молодежь, что делать-то будем? Ну, не в полицию же нам идти. А почему бы и нет? Ну, хорошо. Тогда вы мне все расскажете, а потом решим, что делать. А если мы вам ничего не расскажем, вы что, нас пытать будете? Да я ничего делать не буду. Полиция сама на вас выйдет. Ну, пойдем тогда к нам, что ли? Ты избил своего друга и обмотал его скотчем. И после этого ты кривлялся передо мной и говорил что-то про Сюси и Пуси. Саша! Варвара Сергеевна, подождите. Пусть Саша сам все расскажет. Ладно. Молчишь? Ну, тогда я попробую рассказать. Вы с Виктором Костяком решили украсть деньги у его отца. А чтобы отвести от себя подозрения, решили инсценировать ограбление. Ты обмотал Виктора скотчем и дал ему по лицу. Ну так, не сильно. Ну, что я, дурак, что ли, своего друга калечить? Вот только интересно, зачем молодому 18-летнему парню такие деньги? Ну, мне кажется, ответ очевиден, да? Он кому-то должен. Только вот кому и за что. И тут я вспомнил про скутер. Ты же, ты же мне сказал, что ты заработал, Саша! Занял денег я у парня одного. И думал, отдам, а меня с работой поперли. И Васька нам твой совсем не нравился. Вот мы и подумали, часть денег ему подкинуть, а часть я отдал. Так долг и погасил. Саша! Мам, прости, пожалуйста. Я не думал, что так все серьезно будет. Ты уговорил Виктора украсть деньги у своего же отца. Да, чтобы на вас не подумали, решили часть денег подбросить Василию Вадимовичу. Ну, ключ от его квартиры у вас же хранится. Подбросить его часть денег было совсем нетрудно. А что же теперь будет? Ну что, Василий Вадимович, поздравляю. Можете идти домой. Как вам это удалось? А это я тебе дома расскажу. Ну, а если коротко, Костюк забрал заявление. Саша и Оля Лапшовы извинились перед Василием. Они стали лучше относиться к другу матери. Тем более Василий и Варвара подали заявление в ЗАГС. Продолжение следует... Продолжение следует... Продолжение следует...